на модных практиках продолжается лето мы объявляем скидки на наши видео курсы летнего ассортимента до 50 процентов акция продлевается до конца августа пожалуйста приобретайте наши курсы и будьте красивыми добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня у меня обзор новых тканей из италии конечно мы несказанно рады что наконец мы хоть что-то опять немножко получили и я думаю что это для всех для нас подарок что мы имеем что-то новенькое в такое трудное время я начну сейчас однотонных батистов у меня однотонных батистов здесь 1 2 болотный черный и красный 5 цветов вот это не батист хлопковые батисты смотрите какой прекрасный розовый розовый батист такой не чрезмерно прозрачный но очень приятный вот просто вот но он такой не шелковистый прямо хлопковый батист у нас же сейчас такая проблема летом по однис на подкладке где брать где что брать но это не только на подкладке это можно шить сарафаны рубашки платье одевать на нижнее платье это очень как бы батисты вещи это всегда очень красиво прекрасный розовый цвет просто великолепный розовый вот очень красивый розовый дальше идет вот такой вот темная хаки тоже необходимый в нашей работе цвет очень часто такой цвет нужен очень часто девочки бегают ищут то на подкладочку топор комбинировать то еще что то такое вот этот вот чуть чуть более шелковистий такой чем розовый посмотрите какой хороший цвет тоже можно шить в спортивном стиле в романтическом в оборках вообще во всяких валанах всевозможных рюшах все что угодно многослойное платье ярусное все что угодно сарафан на оборках на валанах очень красивый вот видите также можно использовать как подкладку следующий батиста которым я хочу рассказать тончайшие ну вот такой вот я бы его назвала как бы я его назвала темно-голубой конечно это не синий тут написано у меня хлопок но я на ощущение не вижу что-то хлопок я вижу что-то хлопок с шелком потому что мягкость просто сильно отличается от розового вот такой прекрасный цвет такой батист кстати у нас еще но со старых запасов есть немножко батисты вы смотрите наблюдайте вот такой же как как этот батис черный черные батисты очень часто нам нужны все мы любим черные батистовые пышные юбки всевозможные сарафаны с оборками шелковистый тончайший вот такой вот батист я уже хочу показать вам все однотонные батисты вот бывают батисты сильно прозрачный а бывают не сильно прозрачные вот этот вот из не сильно прозрачных но очень тонкие шелковистый шелковистый мягкий мягкий дальше идем красный он точно такого же качества как черный синий такой же шелковисты Вот в такой вот красный, видите, какой красный, я это называю цвет пионерского галстука. Тоже кому нужно комбинировать на подкладочку к шитью, под шитье, под шифон, пожалуйста. Батисты просто прекрасные, это я вам показала однотонные батисты, плюс в этой же категории ткани есть вот такой вот атласный хлопок, тонкий атласный хлопок. Тонкий атласный хлопок, мягкий, но не настолько, конечно, мягкий, как батисты, достаточно плотненький, но есть тоже в нем такая шелковистость. У него вид атласа, на самом деле это хлопок. Темный такой графитовый цвет, я бы его не назвала сильно черным, но очень красивый. Без стретча, без стретча, ни в одну сторону не тянется, это классно. Ой, показываю вам вот такой батист. Здесь тоже написано у меня, написано, что это хлопок. Но он настолько мягкий, настолько струящийся, настолько вот такой вот, знаете, вот вообще воздушный. Шикарнейшая, абсолютно шикарнейшая расцветка. Вот такие вот фантазийные круги от цвета. И прекрасный розовый, и голубой, и черно-серый, и рыжий, и желтый. И вот такие, видите, вот смесь вот такая вот здесь. Очень красиво. Я себе представила длинный сарафан в пол. Длинную тунику к брюкам любого цвета. Кто-то возьмет просто на платок. Просто на платок. Вы представляете, какая красота? Посмотрите. Вот кто возьмет просто на платок. Метр сорок ширина. Если вы возьмете метр сорок на метр сорок, вы не ошибетесь. Посмотрите, как красиво. Очень-очень-очень красиво. И самое главное, когда берешь в руки вот так вот. Настолько приятные тактильные ощущения. Ну, у меня просто слов нет. Вот это кто купит, конечно, я за вас рада. Я уже думаю, чтобы мне сшить, но я не знаю, что сшить. Посмотрите, как красиво. Следующий батист хлопок и шелк. Ну, это уже такая расцветочка графичная. Тончайший. Просто тончайший. На платье, на спортивное, на сафари, на валаны, на рубашку, на все, что угодно. Любое плечевое изделие. Посмотрите, как красиво. Не просто вот такое серенькое. Видите, вот эти квадратики. А в них такие еще есть полосочки, полосочки, полосочки. Вот такой слегка, такой цвет сердолика добавлен. Вот этот великолепный, такой ярко-ярко-голубой. Ой, у меня просто слов нет от этого батиста. Посмотрите, какой он. Легкий-легкий, абсолютно невесомый. Вот у меня здесь квадрат, наверное, полтора метра, ребята, отрезали. Такое ощущение, что я просто воздух в руках держу. Я сначала думала, что он с добавлением льна. Но мне сказали нет, хлопок и шелк. А так на ощущение я думала, что там есть лен. Очень приятный. Дальше идет тонкий рубашечный лен. Это не батист, это лен. Но он, видите, тоже какой. Лен стопроцентный. Но качество такое, тоже вот такой гладенький. Нет вот этой шершавости, как у такого немножко льна, такой грубой выработки. Это, конечно, платье-рубашка. Это рубашка, это туника. Это вообще очень фантазийный. Можно делать рубахи и туники. Белые очень красиво. Лен стопроцентный. Высочайшего качества. Дальше у меня идет абсолютная новинка. Мы такого не видали. Льняной батист, лен стопроцентный. Лен стопроцентный, но это батист. Представляете, какая красота. И мало того, с двух сторон у него вот такая вот прошитая мережка. Она обшита с двух сторон. Покажите близко. Вот если вдоль дорожечек смотреть, вот тут идет такая специальная строчка. Как мережку вручную обшивали. И вот здесь. Но я думаю, что, конечно, это не вручную. Это обшивали на каких-то машинах. Ее можно использовать вот так вдоль планки, по низу рукава. Можно эти куски вырезать вот так вот куда-то вшить. Можно эти карманы скроить вот так вот с вершиночкой такой, с этой мережечкой. Даже если бы не было мережки, сам батист абсолютно восхитительный. Мягкий, плавный, плавный. Такой вот просто скользит невозможно. Легкий, легкий. И эта мережка с двух сторон. С этой стороны вдоль рулона тоже есть такая же мережка. Вот вы видите. И с этой стороны, и с этой стороны она есть. А с этой стороны она прошита с одной стороны. С одной стороны. То есть можно здесь повытаскивать ниточку и удлинить там до любого размера вот эти вот. Саму эту мережечку. Когда я вот так вот рукой трогаю, мне кажется, происходит какое-то волшебство. Потому что настолько вот она вот. Вот я сама лично первый раз в жизни вижу льняной батист. Я уже что-то хочу, только не знаю что. Показала вам все ткани, которые на столе. С удовольствием показала вам все ткани. И также хочу обратить ваше внимание. Семь цветов крепдешина. Черный, красный, розовый, серо-голубой, молочный. И бежевый. И еще вот такой персиковый. Все они одинаковые на качество. Нормальный стопроцентный шелк. Он без стретча. То есть он вот так вот не растягивается у нас и не стягивается. Но и сухим его назвать нельзя. Он более-менее вот такой вот. Видите вот. Я подтягиваю. И он слегка-слегка-слегка подтягивает. Подтягивается. Так что семь крепдешинов. Черный, красный, розовый. Я уже все цвета перечислила. И вот такой светлый персик. Абсолютно нормальные, обычные крепдешины хорошего качества. Заглядывайте в наш тканевый бутик. Заказывайте, получайте, приобретайте. Шейте себе красивые вещи. Задавайте вопросы. Александр и его помощники готовы вам всегда отвечать. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Приобретайте наши курсы. Будьте с нами. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штырина Михайловна. И вся наша команда. Субтитры создавал DimaTorzok